В послании Иакова языке говорится очень образно. Помните, в третьей главе послания Иакова сказано, стих третий. Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем их телом. Вот и корабли, как невелики они и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются. Помню, однажды я нырнул и проплыл под днищем огромного судна, а потом обогнул его сзади. Оно, наверное, целиком заполнило бы этот зал, но я не мог поверить своим глазам, когда увидел руль, совсем небольшой, и с виду хрупкий руль управлял таким огромным судном. Послание Иакова, глава третья, стих пятый. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Эй, я самый главный! Знаете, если посмотреть на анатомический рисунок человека в разрезе, язык выглядит совсем крошечным. И все же, можно ли назвать что-то другое, что могло бы так помочь, или так навредить человеку, принести ему больше ущерба или больше пользы, чем язык? Я не знаю ничего другого. Мой кулак не может. Ничто из того, что у меня есть, не может. Апостол Иаков продолжает эту тему и описывает силу языка. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Стих шестой. Язык воспаляет круг жизни. Какова его сила и власть? Послушайте, что говорит Библия в книге Притч, глава восемнадцатый, стих двадцать первый. Смерть и жизнь во власти языка. Смерть и жизнь. Бывало ли с вами так, что кто-то извергнул на вас весь яд своего змеиного языка, и у вас все помертвело внутри? Кому из вас приходилось переживать что-то подобное смерти из-за слов других людей? А кто из вас чувствовал себя живым мертвецом, пока вдруг не встретил кого-то, чей язык обладал доброй, живительной силой? Слова этого человека несли в себе заряд любви, и всего несколько слов возвращались к жизни. Сегодня я зашел на работу к Уолту. У меня был трудный день, и он об этом знал. Мы с ним близкие друзья, моя душа для него открытая книга. Он вышел мне навстречу из-за стола, мы поговорили, я хотел попрощаться. Я додумал, что зашел, чтобы подбодрить его. Он же остановил меня и сказал, позволь мне помолиться о тебе. И он произнес краткую молитву. Потом посмотрел мне в глаза и сказал, Брюс, я люблю тебя, дружище, все будет хорошо. И я помню, с каким легким сердцем я уходил от него. Да. Что это было? Жизнь, дарованная другом. Сила языка может разрушить супружество. Но она же может и возродить его к новой жизни, верно? Книга Притч, глава 12, стих 18 гласит, «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Он либо режет и рубит нас в куски, либо... Знаете, от некоторых людей я всегда держусь подальше. Почему из-за их языка? Это какой-то ужас. А что еще говорит о силе языка Библия? Давайте рассмотрим несколько ключевых отрывков. Первый отрывок находится в послании Якова, глава 1, стихи 19, 20 и 26. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, когда будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Скор на слышание. Позвольте мне послушать. Пожалуйста, повторите это. Я правильно вас понял. Скор на слышание. Но медлен на слова. И медлен на гнев. Почему? Это полная противоположность тому, как обычно получается у нас в семье. Я скор на слова, но медлен на слышание. Правда, зато я не очень часто сержусь. У меня есть другие недостатки. Но гневом я особенно не страдаю. Итак, нужно быть скорым на слышание. И медленным на слова. Если бы мы только слушали, что нам говорят. Но вместо этого, когда нам что-то говорят, мы выслушаем не больше трех слов, и тут же начинаем обдумывать свой ответ. И как только человек прервется, чтобы перевести дыхание, как мы начинаем говорить. Почему? Потому что мы уверены, что это очень умно быть скорым на слова. В таком случае мне нужны уши побольше, а рот поменьше. Мои уши должны быть резвыми, чтобы бежать навстречу вашим словам. А язык я должен попридержать, как горячего коня, рвущегося в голову.